Наше предприятие на протяжении 30 лет занимается выпуском лекарственных препаратов в Казахстане, наша продукция поставляется в страны Юго-Восточной Азии, страны СНГ. Для производства лекарств мы используем только современное оборудование, отвечающее требованиям международных стандартов качества GMP. В конце года руководство нашего предприятия определило план по обновлению технически устаревшего оборудования и замену на более технологичное. Процесс предполагает уменьшение затрат на сырье, материальные ресурсы и постепенное усовершенствование технологических процессов. Этот этап необходимо было по сути проходить для получения международного сертификата качества и выхода на рынок стран Европы. Я работаю 20 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались процессы. В планах модернизации стояла и покупка оборудования для производства мягких желатиновых капсул на участок для производства витаминов. Производство мягких бесшовных желатиновых капсул основано на физических свойствах желатина. В качестве оболочки будущей капсулы используется жидкая желатиновая масса, а полученные капсулы – мягкие бесшовные, сферической формы. Я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору, и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять, смогут ли они произвести машину для производства мягких желатиновых капсул. В качестве основных критериев я указал компактное с автоматическим управлением. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне оборудование для производства мягких желатиновых капсул, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться, и я отказался. Потом я связался с компанией из Краснодара. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако вообщем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать так долго. Так как у меня не получилось найти производителя машины для производства мягких желатиновых капсул самостоятельно, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые в принципе работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и, может, предложат другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути, ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист компании из Екатеринбурга сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через три дня на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для производства мягких желатиновых капсул и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника, оказался для меня удачным. Менеджер мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, габаритных размерах, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил оборудование для производства мягких желатиновых капсул, которое я смог быстро согласовать с руководством предприятия. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности автомата и выслал видео, где мы смогли увидеть наше оборудование. Полностью герметичный корпус для изоляции от воздействия внешних факторов. Предусмотрен насос транспортного растительного масла, узел, создающий пульсации масла в системе, системы шлангов и вентилей, холодильный агрегат и холодильная камера. Обеспечивают охлаждение транспортного масла, блок головок формирования капсул. Процесс управляется при помощи блока управления на панели. Через месяц после заключения договора мы получили машину для производства мягких желатиновых капсул. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата и за неделю обучили работников, которые, в принципе, будут закреплены за машиной. Оборудованием мы остались довольны. Грамотная консультация сэкономила мне время и помогла избежать ошибок, которые, в принципе, я, возможно, совершил бы, вообщем, если бы сделал выбор самостоятельно. В сфере поставки оборудования довольно сложно найти профессионалов. Я очень рад, что в итоге мне повезло встретить такого человека.